«Рождество не за горами» и новая книга Папа Франциско уже разлетается с полок книжных магазинов. Книга была написана во время карантина в ответ на жесткие вопросы британского журналиста Остина Айвери. Текст занимает обнадеживающую позицию перед лицом пандемии и глобальных проблем, стоящих перед будущим человечества. Книга называется «Давайте мечтать». Чтобы преодолеть пандемию, мы должны не только найти лекарства от коронавируса, что важно, мы также должны найти лекарства от основных человеческих и социально-экономических вирусов. Папа использовал образ мечты или сна, который представляет собой образ мышления, открытый для возможности чего-то нового, что Святой Дух предлагает вам. Это может быть предупреждение, может быть подтверждение миссии, но оно приходит бессознательно из внешнего источника, и это один из способов, которыми Бог касается нашего сердца. В книге «Давайте мечтать» Святейший Отец обращается непосредственно к читателю, очень свободно и спокойно, с оптимизмом и юмором передавая свое видение сегодняшнего мира. Это интересная перспектива, так как Папа Франциско – один из самых информированных людей, когда речь заходит о текущих событиях. «Многие части этой книги мне кажутся основополагающими с точки зрения понтификата Папы Франциско, ведь он выражает себя очень новым и важным способом». Папа Франциско объясняет, например, свой подход к роли лидера, роли женщин, свое видение пандемии и расколов в церкви и обществе. Но Остину Айвери нравится другой отрывок, открывающий уникальный образ Папы. «Та часть, когда он на площади Конституции в Буэнос-Айресе, и он сказал, что толпа, которую он там видел, напоминала ему толпу, которая следовала за Иисусом. Этот отрывок из книги Папы меня действительно трогает и многое о нем объясняет». Можно без преувеличения сказать, что «Давайте мечтать» – это мощный текст для этого решающего момента понтификата Папы Франциско и истории человечества. Эта карта, позволяющая распознать препятствия и соблазны, которые значительно затрудняют выход из кризиса. Это руководство по превращению кризиса в возможность улучшить мир. КРИЗИС Продолжение следует... Продолжение следует...